Поехали! А, застаньте. Следующая моя игра называется СУГО. Это игра на вне структурном пространстве. Мне показалось интересным попробовать играть обыкновенными шашками, которые везде продаются, на чистой поверхности, свободной от любых обозначений. Здесь нет обозначений, и поэтому что получается? Вот камень. Он входит в любую точку этого пространства. Перед вами изображена малая доска СУГО со стороной 24 сантиметра. Большая доска, я предлагаю, сделать в сторону 33 сантиметра. Вопрос. А зачем именно эти углы? А дело в том, что только в этих углах можно что-то еще сыграть. Если сделать прямой угол для СУГО, это будет плохо, очень тесный будет угол, и камни будут с ума самогановенно, нужно делать такие углы. Вот что касается структуры доски. Теперь принцип снятия. Ну, мы же знаем из урока школьной геометрии, что один круг могут окружить шесть кругов. Но в живой игре, и они его снимут, да, по правилам ГОНС, но в живой игре, это, конечно, является очень избыточным. Ясное дело, попробуем снять меньшим числом камней. Сначала пять, потом четыре, три. Так вот, при четырех вполне достаточно. А при трех, а это уже на грани. Дело в том, что тут точной геометрии при игре это игроки не могут соблюдать уж до миллиметра, да, одинаковые. И наверняка получится где-то на одной стороне чуть больше, и туда легко станет спасатель. Так что, а соединением называется, конечно, касание. Соединение, да, вот соединение, причём оно очень гибкое. Что интересно, что вот этот камень ещё можно снимать дальней блокадой. То есть, касаться не обязательно. Ведь всё равно спасатель не проходит для соединения. Не проходит. Теперь, ещё один небольшой такой вопрос, что а как же в игре определять, вот, иногда бывает сомнительное, туда станет ещё один камень или нет. Мы легко делаем картонная маска с отверстием по размеру камня. Можем аккуратно сверху поставить и посмотреть. Ну, вот здесь вот, станет камень или нет. А в живой игре что может быть? Да ещё сдвинем, когда будем пробовать. Поэтому желательно, во-первых, играть магнитными шашками и камнями они у нас уже давно продаются, они есть, чтобы шашки не смещать. Какое свойство этой игры интересное? Значит, а как её вообще записать? Тут же нет координат. Ну, должен признаться, только последовательным фотографированием. Ну, нет другого выхода. Чтобы вы потом посмотрели, как вы играли. Анекдот состоит в том, что даже сфотографированную партию свою вы повторить не можете. Потому что камни ставятся, если чуть сместил, это уже другой ход при её воспроизводстве в новой игре. Некоторые считают, ну, это плохо, ну, как же так, координатов нет, записать точно. Да, люди скучают по шахматам, где уже всё описано до конца и почти игры. А эта игра мне очень не нравится, там нет игры вообще. Мне здесь нравится то, что каждая партия является уникальной. Невозможно её повторить в принципе. Я считаю, что это здорово. Хватит копировать друг друга в мелочах и самого себя. Надо каждый раз играть, как будто ты играешь первый раз в жизни. Хотя, конечно, общую стратегию ты знаешь. Вот достоинства этой игры. Сейчас мы работаем над проектом, чтобы ходить в сухо с одновременными ходами. В шахматах эта игра уже мной описана. Это синхро-шахматы на любых досках. да, а здесь получается, что ну никак без компьютера мы не можем обойтись. Да, это будет с использованием компьютера. Я думаю, что это будет высочайшая игра. Ну, поживём, увидим. Спасибо за внимание.